Добрый день дорогие друзья, Саша Акезис, Тверская. Сегодня по традиции рассказываем про очередное обновление джойстиков SteelSeries. Модель Nimbus, вы можете видеть сразу внизу, находится логотип Apple TV. Да, с другой стороны, не там ты пальцем показал, и логотип Mac. То есть этот джойстик, он совместим и с вашим iMac, и с Apple TV, и со всей техникой Apple. Мы его распакуем, посмотрим, что он из себя представляет. Потом, может быть, появится на Mobile Review обзор, посмотрим, текстовый. Мы здесь специальный Apple TV поставили, что это единственный джойстик, который в данный момент сертифицирован, имеет наклейку в совместимости Apple TV. Поэтому очень сильно раскупают, когда он вышел, был бешеный у него ажиотаж, потому что все взяли Apple TV новую. Там есть игры, да, в игры играть с фирменным пультом не очень удобно, а джойстик реально помогает. Давай посмотрим, что же такого в этом джойстике. Есть интересного, что его существенно отличают от других моделей, да? У нас какие были с тобой... Да все SteelSeries, по-моему, были. Ну SteelSeries были, а еще у нас был Moga Rebel, мы снимали. Есть подборка, в принципе, надо сделать. На канале все джойстики, ну, скажем так, хорошие, актуальные джойстики для мобильных устройств. Есть обзоры, можете посмотреть и прикинуть, как они, что они из себя представляют, что умеют. Смотри, как упакован, да? Упакован отлично. Собственно, все, в комплекте вот только джойстик. А зарядка, там, кабель какой-нибудь, что-нибудь? А, инструкция идет на английском языке, наклейки SteelSeries. Так. Саша, а как его заряжать? Здесь у нас, видишь, нарисован лайтинг-коннектор. То есть это чуть ли не первый сторонний аксессуар, который с лайтинг. Получается, да. Не зря он срезан, только по технику Apple. Прикольно. Вот, и плюсом является то, что у вас этих лайтингов уже должно быть полно разных. Ну да, в комплекте его нет, почему-то пожалели положить дополнительные кабели. Это странно. Ну, стоило бы намного дороже. Ну, да, ну, что там, кабель. А цену повлияло бы. Ну, наверное, повлияло бы, но ты же знаешь, кабели стоят копейки эти все. Так, что у нас есть по кнопкам здесь? Вот эти кнопки у нас напоминают джойстик от Xbox, да? То есть такие компьютерные символы. Крестовина есть, всем привычная. Стики. Стики достаточно удобны. Хороший у них ход. Приятный. Они нажимаются? Нажимаются, да, имеют функцию кнопки. Нравится то, что ход у них намного приятнее, чем и плавнее, чем у джойстика от PS4. Материал, да, материал у нас пластик матовый. Грани джойстика имеют выточенную форму под глянец, что прибавляет ему такой небольшой крутизны. Кнопка меню. Давайте включим его. Здесь у нас есть Bluetooth кнопка и кнопка hold. Вот, кнопку hold мы переключаем. Там есть какие-то индикаторы световые? Да, загорелись все индикаторы заряда джойстика. Собственно, и все. Два шифта вот там. Все. Вернее, два курка, два шифта. А давай, может, попробуем все-таки подключить его, ну, так, чтобы... Давай, выбирай. Вот, Nimbus у меня есть. Саша, скажи, изменилось что-то на джойстике после подключения? Да, изменился индикатор. Если раньше у нас мигали все четыре индикатора, то теперь горит постоянно один. Вот этот индикатор. Да. Сразу же после установки предлагается скачать одно из приложений для того, чтобы управлять джойстиком. То есть можно загрузить сервис Nimbus Companion App. Вот. И предлагается скачать игры. Игр много. Это Pac-Man и так далее. Вот Pac-Man Lite уже, видно, мы с Сашей ставили в прошлый раз, когда тестировали другой джойстик стилл серии. С Рил Рейсинг, третья часть. Стар Варс. Стар Варс, соответственно, рыцарь Старой Республики за 749 тоже можно купить. За 749 рублей и поиграть. Для примера мы решили скачать самую простую игру. Это Pac-Man. Там вообще где-то пара, тройка, сотен самых разных приложений, гонки, можно летать и так далее и тому подобное. То есть игр очень много. В меню вам надо будет игры, каждый конкретный, скорее всего, выбрать управление. То есть получается, что вы выбираете джойстик. Вот. После этого мы нажимаем А и начинаем играть. Pac-Man открывается у нас вот так вот. Вот с помощью джойстика я играю в эту замечательную, старую, добрую игру. И так можно чудесно проводить время. Скажи, пожалуйста, а зачем мы рассказывали с тобой про ход, стиков? Не-не-не, ну это просто для примеров. Для примера я уже играю. Расскажи про ход стиков. Тебе он понравился? Да. Ход очень хороший. Лучше, чем PS4. Ты у нас заедла играл. Я не знаю насчет PS4, это надо поиграть в то и в другое, используя там, например, Apple TV. И тогда уже делать выводы. Ну вот и... Наша с тобой главная задача какая? Понять, как это работает, какое там было приложение, как оно все обновилось. А как вообще с этим жить? Я тебе вот строго скажу, что строго и четко, что ход стиков у Нимбуса намного лучше и точнее, чем у пульта PS4, потому что вот я достаточно долго играл в Battlefront. Так. Ход там очень милюжий. Не очень тебе нравится, да? Ход не очень нравится. Там на самом деле можно пойти в настройки и попробовать что-нибудь изменить. Не поможет, там именно самочувствительность, когда эти стики сделаны. Но нажатия здесь какие-то непонятные, в отличие от джойстиков на PS4, невнятные. То есть нельзя точно понять, нажал-то или нет, и вообще непонятно, не нажимаются или нет. Что касается самих стиков, я говорю, надо какой-нибудь брать шутер и прям сравнивать, потому что так сказать тяжело. Самое главное, что мы можем сказать про Нимбус, это то, что он работает с разными устройствами, легко подключается, легко обновляется. Сейчас уже под него, я просто помню, когда мы с Сашей где-то пару лет назад снимали первый раз про джойстики SteelSeries, и там было что-то 50, что ли, игр. Сейчас их тысяча. Сейчас, да. Да, там несколько сотен игр, ну, наверное, тысяча точно уже есть. И поэтому, если вы решите купить, не будете разочарованы, особенно советуем владельцам Apple TV. Все? Ну, Grand Fib Auto погонять на новой приставочке. Да, можно, пожалуйста, все это можно делать. Спасибо вам большое, пока. Спасибо.